В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Россия ответит на все вызовы. Правда за нами. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Массовая драка со стрельбой и убийством. Что стало причиной конфликта спортсменов в Дербенте, расскажем в выпуске. Царевна, отважный джигит и профессор Почемучкин заговорили на языках народов Дагестана. Об этом в сюжете наших корреспондентов. Он здесь родился. Столитие Расула Гамзатова будет отмечать вся страна. Ну а наша съемочная группа побывала на малой родине великого поэта. Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе послания к Федеральному собранию. Выступив со своим коллективным заявлением, НАТО фактически сделало заявку на то, чтобы стать участником договора о стратегических наступательных вооружениях. Ну, мы с этим согласны. Пожалуйста. Более того, считаем, что такая постановка вопроса давно назрела. Ведь в НАТО, напомню, состоит не одна ядерная держава США. Ядерные арсеналы также есть и у Великобритании, и у Франции. Они совершенствуются, развиваются и тоже направлены против нас. Они же тоже направлены против России. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. А начал глава государства с темы СВО из дополнительных мер поддержки семей участников специальной военной операции. Также Владимир Путин озвучил ряд мер соцподдержки работников военно-промышленного комплекса и анонсировал повышение МРОД. Президент завершил свое послание словами «Россия ответит на все вызовы. Правда за нами». Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы – одна страна, один большой и сплоченный народ. Мы уверены в себе, уверены в своих силах. Правда за нами. В Дербенте убит тренер по грэпплингу Вида Димарданов. По информации пресс-службы регионального МВД, началу конфликта предшествовала история в соцсетях, где один из участников конфликта поддержал двух дагестанских спортсменов, осуждаемых за эпатажное поведение в медиапространстве. В результате разгоревшейся дискуссии на просторах интернета молодые люди не смогли найти компромисс и решили выяснить отношения при личной встрече. Уличный диалог сторонников и противников яркого перформанса бойцов сразу же перерос в массовую драку со стрельбой. В результате рикошета Вида Димарданов получил смертельное ранение. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Царевна, отважный джигит и профессор Почемучкин заговорили на лакском, лизгинском, кумыкском и аварском языках. Мультфильмы показали в историческом парке «Россия. Моя история». Акцию посвятили Международному дню родного языка. Подробнее об этом Ларяна Шамхалаева. Маленькие зрители в восторге. Их любимые персонажи говорят вдруг не на русском, а на аварском. Провести время именно так будет приятнее, чем на обычном уроке решили педагоги и привели своих учеников на показ мультипликационных фильмов, переведенных на языки народов Дагестана. Каждым годом есть дети, которые мало говорят на языке. Дома у них общения нет. И мы стараемся неделю от два раза, которые мы преподаем язык и литературу за это время, хоть что-то дать детям на своем родном языке. Для нас вот такие мероприятия очень полезны, очень необходимы. Мы с радостью будем проходить. И дети тоже обрадовались. Нам язык – это наше богатство, язык – наша история. На площадке исторического парка «Россия – моя история» такое мероприятие проходит уже второй год подряд. Как признается директор музея, идею он поддержал изначально, заметив интерес собственных детей к анимациям такого формата. А затем просмотр картин на родном лесгинском языке затянул и его. Все адаптировано, многоголосный перевод. И реально получаешь удовольствие, когда смотришь от качества перевода и от того, что на самом деле это наши языки. Лесгинский язык там вот именно в литературной форме, так как положено говорить на лесгинском. И приятно. И даже мне у нас свое наречие ахтынское – смотреть мультики и какие-то фразы. А, вот она как произносится правильно. Тем, кто не успел попасть на трансляцию на большом экране, необходимо скачать приложение Jigit TV, доступное в Google Play и App Store, на свой смартфон. Сотрудники команды постоянно совершенствуют контент. В этом году мы добавили даргинский язык и кумыкский язык. В прошлом году мы делали показ в День родных языков. У нас были аварский, лакский и лесгинский. Мультфильмы мы отбираем из тех, которые существуют, которые пользуются спросом у зрителей. И мы делаем это при помощи национальных театров, потому что нужны профессионалы, актеры, чтобы качественный был звук и слушать было приятно. Организаторы акции выпустили также совместно с издательским домом мультфильмы в виде книги на национальных языках. В планах даже выпуск тематических раскрасок. Ларьяна Шамхалаева, Саид Шагидов, Новости ННТ, Махачкала. Ко дню защитника Отечества. В Дагестанском государственном техническом университете прошло патриотическое мероприятие. На встрече говорили об отваге дагестанцев, участвующих в специальной военной операции. Также известные гости обратились к студентам с просьбой быть внимательными к информации в сети и не доверять непроверенным источникам. В свою очередь работники Муфтията Республики подчеркнули важность духовно-нравственных ценностей в деле воспитания молодежи. Я хочу подметить, друзья, и продолжить слова пророку Мухаммаду, и он говорит, обращаясь к нам, будь стойк на тех вещах, которые приносят тебе пользу. Уважаемые студенты, тот, ну, это ильм, перевод с арабского знака, это знание. Ту информацию, ту науку, которую вы черпаете, это является одним из важнейших наук не только перед страной, но и перед религией. 2023 год в России объявлен годом Расула Гамзатова. Мероприятия в честь 100-летнего юбилея дагестанского поэта начались с февраля этого года. Проводить их будут по всей стране. Ну, а наша съемочная бригада отправилась в места, где родился народный поэт Дагестана и прошли его детство и юность. В селении Цада побывала Айша Тухаева, ей слово. Сын талантливого поэта и богослова, он с детства был окружен не только вниманием и любовью, но и рано узнал цену слова. В годы гонений на религиозных деятелей жизнь и безопасность его отца висели буквально на волоске. В одной из таких ситуаций Гамзат Садаса вышел из положения благодаря острому уму и красноречию. Его часто приглашали на допрос, и, естественно, за ним этот человек, которому прислушивались люди, это был такой безусловный авторитет. И, естественно, его слово, оно было очень значимо. И его пригласили на допрос, обвинив его в том, что он совершил жаназа намаз. Он же сам работал председателем Чариатского суда, а свидетельство против него мальчишка. И он, наконец, спросил, а расскажи, как его совершают? А тот, естественно, это не знал, он показал, как обычно его так совершают. Он говорит, ну, на самом деле, это его совершают не так, и он доказал, что это было ложное обвинение. И вот бабушка рассказывала, когда нам рассказали, что его отпустили, выпустили его, мы, говорит, собрались где-то и до утра читали «Зикр». В раннем детстве Расул Гамзатов вместе со своими родителями и братьями жили в стесненных условиях, но жили дружно. Бережно относились друг к другу, и никто никому не мешал. Кто-то молился, кто-то делал уроки, отец семейства писал свои труды. Книги для этого семейства были абсолютной ценностью. Одну из них Гамзат Садаса приобрел, продав земельный участок. В этой маленькой комнате жила достаточно большая семья. Семья из семи человек, пятеро детей и двое родителей. И все удивляются, как они в таком маленьком пространстве размещались, как они здесь жили. На самом деле, вот эта молильная комната, это была и как спальная комната. Помимо их четырех мальчиков, там еще приходили и соседи, и родственники, естественно, толпой. Там спать мальчишкам было очень весело. И еще скажу, ребята, когда вот в такой маленькой комнате живет большая семья, социальная адаптация, она идет именно так, как должна идти. Судьба в полной мере дала Расулу Гамзатову возможность творчески реализоваться и одарила любовью всей его жизни. Ею стала Патимат, дочь Саида. В сада они жили рядом. Их дома разделяет только узкая улочка. И именно рядом с ней он стал известным всему миру талантливым поэтом. О ней вспоминает Салихат, племянница Расула Гамзатова. Единственная близкая родственница, которая сегодня живет в родовом селе. Он так горевал. На самом деле, мы вообще неожиданно для всех это была ее смерть. Потому что мы его называли дядей Расулом. Дядей Расул, он болел, болел. Мы больше думали, что он уйдет из жизни первым. Но раз мы слышим, что Патимат умерла. Для всех это был такой шок. И для Расула тоже, конечно, это был таким шоком. Но без него он был, как, бывает, горный орел без обоих крыльев. Вот таким он стал. Из многочисленных видео от сада в сетях создается впечатление, что аул этот – один большой музей. А все, что в нем – это экспонаты. Ну а в остальном – село как село. Мужчины работают, женщины занимаются домашними делами. Но при этом все местные жители знают про своего односельчанина все или почти все. И по праву этим гордятся. И немного о спорте. В Дагестане физкультурой и спортом занимается более полутора миллионов жителей. Такие цифры были озвучены на заседании коллегии Минспорта Республики. Основной темой стало подведение итогов работы ведомства за 2022 год. В своем докладе Сажид Сажидов остановился на самых важных направлениях работы. Это создание спортсменам комфортных условий для тренировок, развития инфраструктуры и продолжение славных спортивных традиций. Несмотря на санкции, прошедший сезон был для дагестанского спорта успешным. На турнирах разного уровня завоеваны 10974 медали, из них 617 золотые. Говорили и о развитии массового спорта. Сегодня в республике систематически спортом занимается около 1 млн 655 тыс. человек. Это более 50% от общего числа населения региона в возрасте от 3 до 79 лет. Если выделить основные моменты в плане 2022 года, это строительство спортивных объектов. То, что мы завершили игровой зал с игровым залом, спортивный комплекс, игровым залом 36 на 18 в этом городе Дербенте. В этом городе планируется завершить строительство такого же фока с игровым залом 42 на 24 в селении Индерея Хасуэльского района. Также построены спортивные площадки открытого типа, фокоты. И я думаю, с каждым годом увеличение строительства новых спортивных объектов позволит для занятий спортом людям возможности как физкультуры, как здорового образа жизни, так и для профессионального, для своей деятельности. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите выпуски новостей также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. До скорой встречи!